Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу с вами поделиться результатами этого года. Вот в этом году, первый год, плодоносил грецкий орех, два грецких ореха. Это разные грецкие орехи, их видно даже, в принципе, по орехам. Вот, они отличаются. Эти более крупные и с такими явными ямками, такими большими достаточно. А вот этот более гладкий, более ровный. Какой из них, какой сорт, я определить не могу, потому что я заказывал просто грецкий орех и сердцевидный орех. Но в итоге выросло то, что выросло. То есть один такой, один такой, покрупнее, поменьше. Вот. Я сейчас на видео продемонстрирую, какое количество урожая было. Примерно 700 и 600 грамм. 700 грамм с одного дерева, 600 грамм с другого дерева. Средний вес орешков я также 1,3 грамм с другого дерева. Сейчас вам показываю. Это примерно, там, крупный орех, это 10 грамм. А более маленький орех, это, там, 7-8 грамм примерно. Сейчас, то еще не помню, на видео сейчас вы видите. Я показываю. Ну, что я могу сказать по этому поводу. Я очень рад, что 5 лет назад, заказав эти саженцы, саженцы, кстати, вот этих деревьев, они из Тула, тульские. И в итоге всего на все прошло 5 лет, и я получил такой вырожай орехов. Да, дерево неукровное. Дерево росло само по себе, без всяких там дополнительных обработок, без укрытий на зиму. В принципе, в видео я показывал, когда в предыдущем видео ссылку оставлю, в описании здесь будет, в подсказках ссылка будет на ролике, который я снимал про горецкий орех, как он только завязываться начал, как я первый урожай снимал. Оно неукровное. Одно и второе примерно одинакового роста. Это около 1-2 до 2,70 примерно высоты. Растут они кустом. Первый урожай 2019 года, это вот где-то примерно по полкило с каждого дерева. Ну, я думаю, что это только начало. Дерево будет дальше расти, и я буду дальше наблюдать. Какие планы? Дерево планы вот этот грецкий орех размножить, и уже предложить тем, кто тоже заинтересован в посадке ореха на своем участке, уже с акклиматизацией в нашем регионе, в Нижнадородской области, уже и получить вот такой же, может быть, еще лучше урожай. Потому что, когда я 5 лет сажал грецкий орех, я еще не настолько сильно увлекался посадкой. не знал о том, каким образом правильно посадить конкретно грецкий орех, как за ним ухаживать, как в первый год, какие необходимо ему создать условия для того, чтобы он хорошо развивался и не подмерзал. Я этого всего не знал, поэтому я оставил все как есть, он рос. Но сейчас я уже знаю, скажем так, как правильно сохранить первые годы, как правильно сформировать так, чтобы он не подмерзал и начал формироваться в виде, ну, как бы уже дерева полноценного, не в виде куста, а в виде дерева. И дальнейшие свои посадки я уже с учетом полученных знаний буду таким образом их выращивать. Вот эти же орехи я посажу уже с учетом всех этих знаний и особенностей посадки грецкого ореха, скажем так, ну, условно назовем средней полосе России, более холодных, как бы, ну, более низкие области с более низкими температурами, потому что я думаю, что грецкий орех можно попробовать высаживать и туда, выше, на север. Ну, при определенной агротехники надо смотреть и учитывать, там, первые два-три года, возможно, потребуется укрытие и так далее. О том, как это делать, я буду снимать весной будущего года, я буду показывать и рассказывать, как я сажаю грецкие орехи, что я буду делать. Также, если вы заинтересованы в приобретении саженцев грецкого ореха, которые будут выращены из этих орехов весной следующего года, я оставлю форму предварительной регистрации на заказ этих орехов, и, если вам интересно, вы можете зарегистрироваться и уже быть в числе первых обладателей этого ореха. Орехов они очень много, поэтому... Еще я даже не знаю, какое количество из них вырастет и для продажи, и часть из них я, конечно, оставлю себе, поэтому буду смотреть по дате регистрации тех, кто зарегистрируется первым, скажем так, в первых рядах на то количество, которое будет запланировано для продажи. Ну, а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также, если вы выращиваете грецкий орех в средней полосе России, и, возможно, тоже уже не первый урожай получаете, а уже, может быть, несколько урожаев получили, и у вас растет не кустом грецкий орех, а, возможно, уже деревом полноценным, напишите об этом в комментариях, будет интересно узнать опыт других людей в этом направлении, в акклиматизации, передвижении южных культур, скажем так, разных, ближе сюда, к северной, средней полосе России, потому что, наблюдая за погодой в последние три года, я вижу тенденцию к тому, что у нас регион начинает меняться. Погода, зимы становятся более теплыми, и сама температура повышается. Поэтому, я думаю, что наши все эксперименты по культурным растениям юга, они дадут свои сходы через несколько лет, свои результаты, точнее, дадут через несколько лет, потому что погода более такая, теплый климат становится, более мягкий, он более благоприятный для южных культур, но при этом он остается с низкими температурами, он такой не сильно холодный, скажем так, а такой средненький получается. И при этом это дает возможность культурам из южных спокойно, более мягко климатизироваться в нашем регионе, и потом, когда уже происходит акклиматизация, уверенно расти, плодоносить, радовать нас своими урожаями. Одним из таких культур, то, что получилось у меня, я пока кладов еще не получил, но, по крайней мере, дерево растет, развивается, ему уже второй год. Это я купил просто на рынке, не знаю, плюгизбекские, ну или азербайджанские персики. Вот эту косточку одного из персиков я посадил, и он у меня вырос из косточки. Он невысокий был в прошлом году. Он спокойно в эту зиму перезимовал. И в этом году уже прирост достаточно большой такой дал. Он, конечно, не вот прям сильный, но вот такой примерно вырос, сантиметр девяносто, наверное, высотой. И самое главное, что он не погиб и не замерз. Сейчас я в этом году высадил он на постоянное место и он уже будет там расти, развиваться и будем за ним наблюдать. Ладно, я немножко ушел от темы грецких орехов, поэтому я завершаю это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok